Таргетная терапия Это тоже таргетная терапия, которая имеет очень хорошее действие и не менее эффективна, чем тростозумаб, если она показана и назначена по показаниям. Итак, какие возможности у нас на сегодняшний день есть? Прежде всего, когда мы говорим о таргетной терапии, наверное, нужно сказать о том, что пациенты с HER2 статусом – это пациенты, которые до появления таргетной терапии имели катастрофические показатели общей безрецидивной выживаемости. Причем это зависело не только от стадии заболевания, это зависело прежде всего от биологического потипа. Даже при первой стадии заболевания HER2-позитивные опухоли имели просто шокирующие результаты общей безрецидивной выживаемости. И появление, конечно, таргетов изменило полностью паттерн этих клинических случаев и дает возможность нашим пациентам рассчитывать на длительный безрецидивный период и в некоторых случаях на выживаемость. Здесь достаточно древнее исследование, которое демонстрирует эффективность таргетной терапии у пациентов в адювантном режиме. 10% расхождения показателей безрецидивной выживаемости – это факт, который заставил относиться к этим препаратам очень серьезно и заставил их назначать не только в адюванте, но и в неоадюванте. А это результаты метастатических двух протоколов по лечению метастатического HER2-позитивного рака молочной железы. И на левой части таблицы вы видите результаты тростозумаба. Исследование также достаточно древнее, которое принципиально изменило подходы к лечению больных HER2-позитивным раком молочной железы. И на правой части таблицы тростозумаб с пертозумабом – двойная таргетная терапия, которая исследование Клеопатра, опубликованное в конце 2019 года, полностью переворачивает историю HER2-позитивного рака молочной железы. Общая выживаемость расхождения кривых настолько значима, что говорит о том, что есть группа пациентов, у которых можно сказать фактически об излечении при метастатическом раке молочной железы при назначении двойной таргетной блокады. Что говорят наши стандарты? Наши стандарты говорят о том, что назначение анти-HER2-терапии возможно при стадии Т1-Б и выше, ну, соответственно, ноль. То есть достаточно раннее начало, и когда мы говорим о таргетной терапии HER2-позитивного рака молочной железы, мы говорим о неодевантной терапии, адевантной терапии, терапии метастатического заболевания. Мы в голове еще до сих пор делим эти три группы лекарственного лечения, три подхода, хотя мне кажется, что на сегодняшний день при биологически агрессивных потипах, при HER2-позитивном раке молочной железы, при трижды негативном раке молочной железы, это деление достаточно условно. Мы говорим о системной терапии, опираясь больше на биологический потип, а отнюдь не на стадию заболевания. Но, тем не менее, термин остается, мы им пользуемся, и на сегодняшний день, если мы говорим о неодевантной терапии, мы преследуем несколько целей. И для хирургов, онкологов, пациентов, обывателей, наверное, самой значимой целью является снижение объема хирургического вмешательства. Назначение терапии приводит к уменьшению опухоли, и, о чудо, мы сохраняем молочную железу. Это очень важный аспект. Но с точки зрения клинического онколога, с точки зрения врача, который занимается системной терапией, намного важнее получить другую информацию. Это оценка эффекта химиотерапии ин вива, как бы странно это ни звучало. И это идентификация пациента для эскалации лечения. Вы, наверное, уже много раз слышали термин «деэскалация лечения больных рака молочной железы». Но когда мы говорим о деэскалации, в большинстве случаев мы подразумеваем деэскалацию хирургического объема. И в то же время происходит эскалация системной терапии. Это такая игра слов, которую мы часто не произнося, не отдаём себе отчёту, что уменьшая что-то, мы увеличиваем что-то другое. Законы, которые описывал ещё Ломонусов, никто не отменял. Итак, вопрос к аудитории. У нас есть пациентка, 35 лет, хир-2-позитивный рак молочной железы, клинический Т1 на 0,0, опухоль 19 мм. Соотношение размера опухоли к размеру молочной железы не позволяет выполнить органосохранную операцию. И пациентка, в общем-то, тоже как-то не готова расставаться с молочной железой. У меня три вопроса к аудитории. Нужно начать лечение с хирургического этапа, нужно начать лечение с неодевантной атихир-2 терапии, с химиотерапией. Или же нужно начать лечение с двойной неодевантной хир-2 блокады, тростозумаб-перстозумаб, ну и, соответственно, химиотерапии. Давайте проголосуем и узнаем, что мы думаем об этом, обо всем. Голосование пока идет еще. Что-то не то нажал. Ой-ой, вообще не то нажал. Секунды, как правило, длятся очень долго при голосовании. Но голосование идет. Давайте посмотрим результаты. Двойная таргетная блокада. Я абсолютно согласен и рад, что аудитория в большинстве случаев выбирает этот ответ. И, честно скажу, я бы тоже выбрал именно этот ответ. Дальше, пожалуйста. Я не могу слайд включить. Если мне поможет техническая группа, будет замечательно. Итак, когда мы говорим о неодевантной терапии, что говорят стандарты? Стандарты говорят следующее, что двойная таргетная антихир-2 блокада, тростозумаб-перстозумаб, назначается у больных стадий больше Т2 или равно Т2 или Н+. Поэтому, честно говоря, согласно стандартам, 19 мм не очень хорошее решение с точки зрения стандарта эксперта УМС. Но мы часто упираемся в этот вопрос. И соотношение размера молочной железы и размера опухоли еще никто не отменял. Следующий очень важный момент, о котором мы говорим, это тот момент, когда мы говорим о том, что двойная таргетная блокада на сегодняшний день должна сочетаться с химиотерапией согласно стандартам. Какая же химиотерапия должна идти рука об руку с таргетной терапией? Ну, мне кажется, что вообще все врачи-онкологи, клинические онкологи делятся на две категории. Одна это антрациклинофилы, вторая антрациклинофобы. И они спорят между собой, как те две деревни, Вилла-Баджи и Вилла-Риба, постоянно доказывают преимущество того или иного выбора. На самом деле, на сегодняшний день общая выживаемость больных рака молочной железы при наличии отсутствия на антивантной химиотерапии антрациклином абсолютно сопоставима. Поэтому антрациклины с точки зрения на антиванта несколько проигрывают. Но нужно сказать в обязательном порядке, что до сегодняшнего дня химиотерапия является обязательным компонентом лечения больных в неодеванте. Да, мы знаем с вами работы, как одна из этих работ представлена на данном слайде, что ХЕР-2, позитивный рак молочной железы, только применяя двойную таргетную блокаду без химиотерапии, достигаются очень неплохие результаты. До 45% полных патоморфологических исследований. Но это слишком мало по сравнению с той группой больных, когда мы еще добавляем химиотерапию. Как мы знаем, достигается до 75-80% сочетания таргетной терапии и химиотерапии. Поэтому, да, наверное, в будущем мы сможем выделить группу больных, СЕР-2 обогащенных, которые будут получать только таргетную терапию, получать 45, вернее 100% полных патоморфологических регрессов. Но пока наша диагностика не позволяет выделить такую группу больных, и химиотерапия является обязательным компонентом. Поэтому химиотерапию назначаем вместе с двойной таргетной терапией. Неодевантная терапия ХЕР-2 позитивного рака молочной железы представлена на данном слайде. Это показания для проведения неодевантной терапии и показания для проведения двойной таргетной анти-ХЕР-2 блокады. И, в общем-то, они абсолютно сопоставимы. С точки зрения стандартов представлены возможные режимы неодевантной терапии. Да, с точки зрения стандартов антрациклина мы можем применять, но, в принципе, предпочтение отдается на сегодняшний день сочетанию токсанов с карбоплотином и тростозумабом, спиртузумабом, как наиболее доказанная схема эффективности. С левой стороны рекомендация Ассоциации онкологов России, с правой рекомендация НССН. ХЕР-2 позитивный рак молочной железы или трижды негативный рак молочной железы – показания для неодевантной лекарственной терапии. Т2 и больше. Или Н+, что, в общем-то, совпадает и с Ассоциацией онкологов России, с рекомендацией НССН. И очень важный все-таки аспект, который описывается и в том, и в другом рекомендациях – это большие размеры опухоли относительно размера молочной железы при желании пациента выполнить органосохраняющую операцию. Поэтому, в общем-то, наше голосование, когда мы видели небольшой размер молочной железы и 19 мм опухоль – это повод назначить двойную таргетную терапию с химиотерапией у ХЕР-2 позитивной пациентки. Следующий очень важный аспект – это одевантное лечение, одевантное лечение рака молочной железы, безусловно, ХЕР-2 позитивно. Это слайд, который я уже демонстрировал, показывающий действительно преимущество таргетной терапии, применение тростозумаба в одевантном режиме и демонстрирующие отличные результаты безрецидивной выживаемости. Но, как следствие, всегда хочется что-то улучшить. И было проведено очень интересное исследование, исследование Альта и в дальнейшем исследование Эфинити, которое имело смысл доказать, что двойная таргетная блокада в одеванте даст тоже очень хороший результат. Ну, вообще-то логично, если в неодеванте достигнуты хорошие результаты, то и в одеванте они тоже должны быть очень хорошими. Но весь парадокс оказался в том, что та поговорка, когда кашу маслом не испортишь, в данном случае не сработала. Оказалось, чем больше масла, каша вкуснее не становится. И двойная антихердва-блокада в одевантном режиме продемонстрировала только очень небольшой выигрыш у пациентов строго определенной подгруппы с распространением заболевания категории Н2, соответственно, и выше, и отрицательным статусом эстрогеновых и прогестированных рецептов. Вот у этой группы больных действительно двойная таргетная блокада дает определенные результаты безрецидивной выживаемости. У всех остальных пациентов категории Н1-Н0 двойная таргетная блокада в одеванте, к сожалению или к счастью, не сработала. Еще очень важный эффект, о котором нужно поговорить, это введение этих препаратов. И на сегодняшний день к привычным нам тростозумабу и пертозумабу, к которому мы привыкли, появляется первая фиксированная комбинация моноклональных антител пертозумаба-стростозумаба в одном флаконе для подкожной инъекции. И если мы говорим на сегодняшний день об одевантной терапии или лечении метастатических больных в длительном режиме с двойной таргетной блокадой, то, в общем-то, качество жизни пациентов тоже выступает на первую очередь, учитывая такие хорошие результаты. И добавление вспомогательного вещества в лекарственную форму делает возможным подкожное введение больших объемов, которые на сегодняшний день предлагаются, они есть на рынке. И действительно, сейчас удобство стоит дорого, но, мне кажется, через какой-то промежуток времени комфортная терапия стоит обязательным компонентом лечения наших пациентов. Следующий очень важный момент. Опять мы возвращаемся к антрацефилам и антрацефобам. Безантрациклиновая схема одевантного лечения ХЕР2-позитивного рака молочной железы. И также можно сказать, что сегодня сочетание токсанов с таргетной терапией, в общем-то, абсолютно сопоставимо, особенно у больных с ранними стадиями заболевания. И общая безрецидивная выживаемость у больных с ранними стадиями 93,3% без антрациклиновой схемы – это абсолютно нормальные схемы лечения. Современная модель лечения ХЕР2-позитивного рака молочной железы включает эскалацию показаний для проведения надевантной терапии, и, как следствие, надевантная терапия – это лечение резидуального заболевания, как это странно не звучало. Резидуальное заболевание – это то заболевание, которое остается после неодеванта. И выживаемость больных напрямую зависит от того, насколько рано мы начнем лечение, насколько правильных результатов мы достигнем в неодевантном дооперационном этапе. Поэтому одевант на сегодняшний день или послеоперационное лечение – это лечение резидуальной опухоли. Или лечение пациентов, которые достигли полного патоморфологического регресса. Вот в лечении резидуальной опухоли у нас на самом деле не такой большой выбор. Потому что после исследования Катрин фактически препарат ТДМ-1 показал, что у него на сегодняшний день нет аналогов, которые бы давали столь же хороший результат при лечении резидуальной опухоли. И препарат ТДМ остается фактически единственным препаратом, который применяется в резидуальной опухоли. В то же время, опять-таки, парадокс. ТДМ просто в одевантном режиме не дает значимого улучшения результатов. То есть перелечивание больных неэффективно, если не было в неодеванте достигнуто соответствующего лечения. Если мы говорим об одеванте, то одевант хирдопозитивного рака молочной железы делится на две части. Левая часть таблицы – это первичные больные рака молочной железы, которым сделано хирургическое вмешательство, то бишь операция. Здесь мы можем рассмотреть пациентов с опухолью небольшого размера, где мы можем применить ростозумаб с поклитокселом. Мы можем говорить о относительно благоприятном подтипе опухоль до 3 см категории 0 и N1, где мы можем применять как антрациклины, так и токсаны с тростозумабом. И мы можем говорить о пациентах, которые имеют категорию N2 и гормоны независимы, где мы обязаны, согласно исследованию Affinity, применять двойную таргетную блокаду с химиотерапией. И мы видим правую половину, где больные рака молочной железы подвергаются неодеванту, затем операции, и достигается полный регресс. И тогда мы назначаем просто препарат ростозумаб и наличие резидуальной опухоли, назначение препарата ТД. С моей точки зрения, левая половина этого слайда абсолютно неправильна. Невозможно себе представить категорию, когда пациенты, не пролеченные с точки зрения системной терапии, после операции получаем стадию категории N2. Значит, диагностика была недостаточно эффективной, пациентку взяли на операцию абсолютно не по показанию. Очень важный момент, когда мы говорим о HER2-позитивном раке, это всё-таки молекулярно-генетические подтипы. К сожалению, сегодня мы апеллируем, так можно сказать, суррогатными маркерами. И одним из суррогатных маркеров является стандартное монгистохимическое исследование HER2-статус. На самом деле, даже HER2-позитивный рак молочной железы не всегда таким является. Поэтому мы не всегда получаем те ответы, которые бы хотели получить. Внутри этого подтипа также наблюдаются иллюминальные А и Б, и базально подобные раки молочной железы. Вторая очень важная история, когда мы говорим о раке молочной железы, это изменение биологического подтипа на фоне проведения лечения. И большая часть резидуальных образований представлена люминальным типом. Но на самом деле являются ли они действительно люминальные, эти остаточные опухолевые клетки? Было проведено очень интересное исследование, которое показало, что резидуальная опухоль, которая потеряла HER2-статус, и которым перестали проводить таргетную терапию, буквально через 72 часа опять становится HER2-позитивной. То есть опухолевые клетки с HER2-позитивными рецептами фактически возрождаются как таковые, и в конечном итоге выглядит именно картинка таким образом, что мы видим ту самую птицу, феникс, которая возрождается из пепла, если мы перестаем проводить таргетную терапию. Почему так много разговоров о резидуальной опухоли? На самом деле резидуальная опухоль в голове онкологов – это большой успех. Но это не всегда так. Резидуальная опухоль в большинстве случаев вылечивает наших пациентов, но есть процент, когда все равно пациенты прогрессируют. И обратная сторона процесса – когда мы не достигаем полного патоморфологического регресса, но все равно большинство пациентов вылечиваются, а резидуальная опухоль – это не приговор. Поэтому сегодня мы должны говорить о том, что разрабатывать препараты, которые влияют именно на резидуальную опухоль, и это повлечет увеличение общей безрецидивной выживаемости. Возможная причина резистентности – это, конечно же, молекулярно-генетическая гетерогенность. Наличие рецептора на поверхности мембраны клетки – это не значит, что эта опухоль ответит на таргетную терапию. Потому что антенна на крыше – это не значит, что телевизор показывает. Антенна, к сожалению, иногда может просто быть приложением от предыдущих жильцов. Ну и терапия метастатического заболевания. На сегодняшний день, еще раз говорю, самым эффектным, и с моей точки зрения красивым исследованием является исследование Клеопатра, которое показало, что после 8 лет от момента постановки диагноза 37% пациентов до сих пор живы, а 16 из них живы без признаков заболевания. Удается вылечить метастатический рак молочной железы, к сожалению, не у всех, но, тем не менее, эта группа достаточно большая. Если мы говорим о первой линии терапии хердопозитивного рака молочной железы в метастатике, то это, конечно же, сочетание двойной таргетной блокады с химиотерапией с последующим переключением на препараты ТДМ. Последующие линии терапии на самом деле достаточно творческие, и в рекомендациях, если вы к ним обратитесь, сочетание таргетных агентов достаточно большое с химиотерапией и с гормонотерапией. С моей точки зрения, именно сочетание химиотерапии с гормонотерапией это наиболее интересная история. Прошу прощения, что ты не туда нажал. А, вот, сейчас туда нажал. И еще очень важный момент. Точно так же, как после неодевантной терапии мы назначаем тростозумаб в одеванте, независимо от того, какой биологический подтип резидуальной опухоли мы получили, точно так же, фактически, продолжение таргетной терапии на фоне прогрессирования метастатического рака молочной железы является на сегодняшний день обязательным компонентом лечения. Поэтому поменяйте химиотерапевтический агент, гормонотерапевтический агент, но таргетную терапию бросать ни в коем случае нельзя. Ну и завершаю. Я также хотел бы задать вопрос к аудитории. Пациентка 30 лет, хер-2, позитивный рак молочной железы, БРК отрицательная. А клинический Т, я себе позволил поставить вопрос, а 0,0, потому что на МРТ визуализируется не менее трех узлов размерами 19-11,5 мм. Одно из образований находится непосредственно за соском. Общий размер 35 мм. Лимфатические узлы интактны. С чего бы вы начали лечение? Нужно начать лечение с хирургического этапа, нужно начать лечение с неодевантной антихер-2 терапии, или нужно начать с двойной антихер-2 блокады и химиотерапии. Спасибо. Да, голосование идет. Мы голосуем. А вы за какой вариант? Здесь я задаю вопрос. Ну, по крайней мере, еще минуту точно, а потом отвечу. 10 секунд. Хорошо. Через 10 секунд мы услышим ваше мнение. Мое мнение таково, что хир-2 позитивные пациенты или, спасибо, 77%, я доказал коллегам, что, ну, в общем, подняли на 25%. Это неплохо. Мое мнение, что биологически агрессивный подтип – это тот подтип, который в любом случае нужно начинать лечить системной терапией. И в моей голове, по крайней мере, в мире, в котором я живу, я не делю неодевантную терапию, неодевантную терапию. Я считаю, что хирургическое лечение является компонентом комплексного лечения. И когда его применять, нужно думать не о хирургии, а об излечении пациента. А химиотерапия в настоящий момент является для биологически агрессивных подтипов наиболее правильным лечением. А хирургия – лишь ее компонент. Спасибо. Спасибо.